История Теодора Ну что же, мы с вами в прошлой серии узнали, что на Барон напали чудовища, их очень много, и по ходу Сесил у нас погиб. Король и королева Эдолонов превратили в камень, какая-то неизвестная девушка. В общем, все странно. Корабль Красных Крыльев потерпел крушение, все погибли. Остался только у нас Теодор, и к нему присоединился неизвестный герой в Капюшоне. Нам надо с вами добраться до Миссидии, я так полагаю. А у нас есть хотя бы карта посмотреть? Да, придется пешком бежать. Как говорится, путь не близкий, и врагов будет очень много, наверное. Но деваться-то некуда. А мы сможем туда вообще попасть-то? Тут бы как бы это... Мелководье. Ух ты! Орел! Ушел орел. Еще один орел. Летучий глаз. Капюшон, он хорошо уносит урончик, а ты смотри. Замечательно. С ним можно спокойно бегать, не боясь за здоровье. Правда, прокачки мало. Мне пока непонятно, как нам в итоге-то попасть. А нам, наверное, не сюда надо бежать-то. Точно. О! Бомба! Жива! Бомба-то! Серая бомба. Обычная бомба и серая бомба. Да, у Теодора слабенький урончик-то. Нам надо в итоге-то не сюда. Скорее всего. Надо было прямо бежать. Я просто не в ту сторону рванул. Я просто вспомнил". Пожалуйста. Я посмотрел! Теперь просто п走 к сенью. Новую магию изучили, молодец, молодец Теодор Капюшоновый, новый уровень, молодец, красавчик, еще бы знать бы твое имя настоящее Ну что, доброиздами сиди Идем в северную часть города, в молитвный зал, нужно, чтобы кто-нибудь снял печать Какую печать? Ту, что закрывает вход на чертову дорогу Ну да, и таким образом попадем в барон, все правильно, логично Только, может быть, для начала мы походим, посмотрим, может быть, что-нибудь тут пособираем Пообщаемся с людьми Понятно Слишком поторопился Недавно с востока донесся страшный грохот Там что-то случилось? Да, на барон напали А гостиница у нас здесь Танцами я больше не занимаюсь Слишком уж много сил для них нужно Серьезно? В этой деревне живут двое магов, близнецы, удивительные силы Кого-нибудь из них мы со временем прочим в здешние старейшины Ну, полом и паром Что на небе творится, а? Опять две луны Будь они неладны Ох, не к добру это Собираешься в барон? Я бы на твое место туда не ходила У меня чувство, что ничего хорошего там не ждет Извини, надо Извиняй, малыш, но молочка тебе здесь не нальют Ха-ха-ха Ну это, блин, очевидно Добро пожаловать Проживание стоит 50 золота за ночь Желаете отдохнуть у нас? Да пока, в принципе, нет Че там у нас? Растущая луна Хотя давай отдохнем Да, почему бы нет Тогда у нас будет полнолуние Физические атаки будут мощные Отличненько, отдохнули Восполнили здоровье Има Ну и теперь можно, в принципе, дальше побегать по Миссидии Паром возносит молитвы к северу отсюда В молитвенном зале Она была еще совсем девочка Когда своей белой магией помогла королю Сесилу спасти мир О, да Это мы прекрасно знаем Нет никаких тайных проходов, нет? Добро пожаловать Ну, здорово Зелье 10, перо Феникса у нас Одно Может быть взять еще? Хотя бы еще одну штучку Иглы вообще нету Давай два возьмем Поцелуй девы тоже нету Давай пятерку возьмем Трава эхо Глазные капли Противоядие Еще давай возьмем До пятерки Палатка Давай одну возьмем Гноми хлеб Ну, я не вижу смысла его Хорошо Что у нас здесь? Здесь у нас имеется Оружейник Бронник Добро пожаловать в Мессидию Святыню всех магов Спасибо Друг Давай окружейнику Говорят К востоку на горе испытаний Живет отшельником Один из бывших драгунов Вот у нас как раз Кейн Наверное Добро пожаловать Добро-добро Двуручный меч Плох Жезл никто не использует Посох Тоже так себе Лук Тоже так себе Ну, как-то слабенько С обмунированием-то, друзья Слабенько Может, чем сможем продать? Давай посмотрим Поцелуй девы Ну, это оставляем Это тоже оставляем Рука-бомба Агониус Накладывает заклинания Оставляем с надоби И остановляем Гнев небесный Молния тоже Берсерк Никогда не пользовался им Поэтому лучше продать Эх, остается красный клык Производит мощную огненную атаку Остается Ускорение Ну, пока давай оставим Первый феникс Ложная мишень Накладывает заклинания Мерцания Пусть остается тогда Ладно, попробуем Посмотрим Антарктический И арктический Ну, ладно Остается Что у броника имеется? Палом Самый сильный Черный маг В Миссидии Но вот Иметь с ним дело Никому не советую Добро пожаловать Добро Кожаная шапка Ты смотри Защита Ниже на 5 Но уклонение Выше на 5 Шапка с пером Получается Шапка с пером Намного лучше Давай возьмем Два Две шапки Кожаная одежда Слишком Одеяние земли Ну вот Одеяние земли Можно будет взять Одно Ну и давай Наверное Кожаную возьмем Одно Железные Нарукавники Вообще Ни на кого Не надеваются Попробуем Снарядить Фальчион Да Хороший Меч Фальчион Шапка с пером Ну Кожаная одежда Хорошо на уклонение Тренировочная одежда Хороша на защиту На 5 Ниже Ну давай Это наверное Стоит Продать Все Отличненько Ну что А что Ну кстати Там Полнолуние Физические атаки Слабенькие А Хуже Наоборот Огромная Стая Чудовищ Пролетела На северо-запад А ведь В той стороне Барон Да Барон Уже Хана Меня такой Вопрос Смущает Жив ли Сесил Чертова Дорога Путь между Измерениями Но это Тропа Чудовищ Кто Осмелится На нее Ступить Должен быть Готов К любым Опасностям Ну да Она запечатана Надо Либо к Палому Либо к Парому Кто-то из них Наверное Нам поможет О Я чувствую В тебе Невероятный Талант К белой Магии Ну да От матери Досталось Тихо Подожди 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 Пока Подожди Мы еще Здесь же Не были Говорят Палому Отправили Втрою Везет Некоторым Там Такие Девочки Да Уж Почему Я Не на Его Месте Ага Значит Палом Ушел Хорошо Тогда Паром Здесь Старейшина Очень слаб Здоровьем Пожалуйста Постарайтесь Не шуметь Теодор Это ты Как ты Возмужал А я Ничего Скреплю Помаленьку Послушай Тебе надо Быть Осторожным Луна Опять Раздвоилась Возвращайся Скорее К Сесилу Да Как бы Не умер И бы Сесил Простите Вы бы Не могли Распечатать Для нас Вход На Чертову Дорогу Откуда Ты Знаешь Про Чертову Дорогу Кто Ты Я Теодор Из Барона Из Красных Крыльев Ты Теодор Надо Ж Совсем Взрослый Вы Меня Знаете Ты Меня Конечно Не Помнишь Мы Виделись Всего Раз Ты Тогда Только Что Родился И Кто Ж Вы Я Паром Белый Маг Миссидии Привет Паром Давно Не Виделись Та Самая Паром Родители Про Вас Часто Рассказывали Говоришь Тебе Нужна Чертова Дорога Но Если Ты Из Красных Крыльев Где Корабль Разбился Под Натиском Чудовищ Над Бароном Видно Зарево И Дым Вот Оно Что Не Зря Мне Казалось Что В Воздухе Видит Что Тревожное Может И С нами Пойдешь Эй Вы Бы Не Могли Сюда Спуститься Кто Меня Звали Кто Эти Люди Мы Хотим Вернуться В Барон По Чертовой Дороге Как Распечатать Вход Знает Белый Маг Ну Ты Что Белый Маг Большое Спасибо Но Чертову Дорогу Не Зря Так Назвали Там Ходят Чудовища Вам Одним Будет Не Просто Добраться До Барона Ну Так Ты Нам Помоги Давай К Нам В Будь Осторожен И Передай Привет Сесилу И Розе Хорошо Ага То есть Ты С нами Не Пойдешь Плохо Но Есть Два Мага Минуточку А Вы Кто Вряд Ли Мы Знакомы Идем Теодор Какой Ты Скрытный Парень Вообще Серьезно А Я Могу Подняться В Мальчин Зал Ну Хоть Кристалл На месте Уже Радует Пока Еще Не Сперли Кристалл Воды Полон Тихим Сиянием Ну Хорошо Пойдем Пойдем К чертовой Дороге Прошу Всех Отойти Сейчас Я сниму Печать Вход На чертову Дорогу Открыт Замечательно Идем Держи Пошли Вперед Нет Никаких Тайных Проходов Ничего Чертова Дорога А мы С вами Так Не блуждали По чертовой Дороге Отлично Осколок Бомбы До Mint Вперед Прям сплошный язык Кауки! Продолжение следует... 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 Да ты издеваешься... Продолжение следует... Продолжение следует... Что белый маг... Что белый маг... О, отлично... Сундучки... Ну вот теперь вроде... Ну вот теперь вроде все сундучки у нас... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и добежали. Надеюсь, тоже будет выход. Да, чертова дорога. Но это, получается, еще не конец. У нас здесь есть с вами сохраняшка. Давайте сохранюсь. Ну и продолжаем. Чертова дорога у нас еще не закончена. Ох, серьезно? Вот это поворот. Убывающая луна у нас теперь с вами. И физические атаки будут намного сильнее. То есть я здесь уже не пройду по-любому, правильно? Да, я здесь не пройду. И я ее здесь не пройду. Ах ты, засрашка. Ну и так, респе сойдет. Ну прошли лабиринт, наконец-то. И мы закончили. Мы вышли в барон. Здесь ничего нет. В замке есть юный принц. Только-только на пороге совершеннолетия. Погоди. А ты не... Во-во. Именно он я и есть. Как мы все мирно, спокойно живем при короле Сесселе. Грустно только, что господин Драгун Кейн так и пропал без вести. Ну почему пропал? Мы, в принципе, знаем, где он. На какой-то горе. Сам себя испытывает. Ничего нет. Дом Сида. Ты моего дедушку не видел? Он обещал, когда вернется, покатать меня на воздушном корабле. Слодострастный лалихо. Что это такое? Я волнуюсь, что ни говори, он уже не молод. Хотя сам бы меня за такие слова изругал. Но куда же отец запропастился? После той истории вообще не приходил домой. Наверное, опять возится со своим воздушным кораблем. Но мне все равно тревожно. Всем нам сейчас тревожно, блин. Дверь заперта. Надумал я, значит, побывать в деревне Мист. А там баронские воины перекрыли пещеру и никого не пускают. Да? В деревне Мист? Хорошо. Так, это мы с тобой разговаривали. С тобой мы тоже разговаривали. Отсюда мы только вышли. С королевством барон правит его величество Сесил. Он в прошлую войну лично спас всю нашу землю. Там у нас выход из деревни. Наверх пойдем. Все-таки государь Сесил великий человек. Перебил всех чудовищей. Даже брови не повел. Зато сейчас, походу, погиб. С луны как спустится громадная тень. Что бы это могло быть? Богомут. Чтоб ему пусто было. Зелье. Государь Сесил наверняка хочет видеть принца Теодора таким же паладином, как он сам. Ну давайте зайдем к оружейнику в гости. Двуручный меч у нас уже есть. Железный меч. Вот один возьмем для Теодора. Пламенный жезл. Громовой жезл. Ага. Громовой жезл будет лучше. Давай возьмем громовой жезл. Истеляющий посох. Арбалет. Ну вот возьмем истеляющий посох. Арбалет. И святые стрелы брать не будем. Сразу поменяем снаряжение. Ну неплохо. В принципе все остальное можно будет продать. Чтоб нам не мешалось. Все остальное у нас пока остается. Ну и к бронику. Что продаешь? Железный щит. Ну вот можно купить Теодору. А вот по поводу нашего капюшона. Ну давай возьмем два. Железный шлем. Железный шлем получается дает защиту на уклонение ниже. Ну давай возьмем два железных шлема. Доспехи железные туда же. Железные перчатки и так стоят. Но для нашего капюшончика это плохие перчаточки. Шляпа волшебника. Кстати смотри. Шляпа волшебника это получается хороша даже для Теодора. О как. Блин а я не смогу три взять. У меня максимум хватит только на... Да максимум хватит только на два. Ну давай одевать. Может быть сейчас что-нибудь продадим. Смотри она хуже. Вернее этот шлем он хуже чем шапка с пером. Даже если он дает защиту на три выше. Все остальное очень ниже. Так шляпа волшебника хороша. А кстати а че у тебя? Ну смотри да железный щит он получается дает три параметра выше. Но защита немножко ниже. Ну оставим. Че зря брали что ли? Вот шляпа волшебника хороша. Все остальное хуже. Поэтому я тоже возьму шляпу волшебника. Деяние мудреца уже стоит. Все остальное ниже. Я не буду это одевать. Шапка с пером даже выше. Давай сейчас все это продадим. А может быть на что-то у нас еще хватит. Ну в принципе и все. Остальным и все надо. Значит это не покупаем. Шляпа волшебника хороша. Давай все-таки возьмем одну. Одеяние земли. Хороша вот для нашего черного мага. А вот одеяние мудреца хороша обоим. Ну и одеяние мудреца я не могу купить. На двоих. Только кому-то одному. Ну давай возьмем одно одеяние. Сейчас попробуем все это продать. Значит у тебя вроде бы все как есть. Так все и остается. Одеяние мудреца тебе. У тебя тоже одеяние мудреца стоит. Одеяние земли. Шляпа волшебника. Теперь все это продаем. И посмотрим на что хватит у нас еще. Ну на одеяние мудреца не хватает. На одеяние мудреца не хватает. Их хватает только на одни серебряные нарукавники. Возьмем наверное черному магу их. А вот продавать к сожалению нечего. Отличненько. Эх бы еще бы купить бы их. Ну посмотрим. Может быть сейчас что-нибудь найдется. Подожди. Ну а то уж простите друзья. Мне нужен ваш сундук. Ха-ха-ха-ха-ха. Серьезно? То есть я не смогу взять сундуки, да? А нафига тогда вы поставили? Если я не могу. Ха-ха-ха-ха. Не пускает. Ты смотри. Специально засранцы. Ай, жалко-то как. Ну может что-то там и там будет полезное. Серьезно? Ничего нет? И здесь тоже. Ой ты. А ты не можешь стоять где-нибудь в другом месте? Видишь? Я загораю. Блин, я думал тебе плохо. А ты как раз тут загораешь. Может что-то полезное найдем? Да. Паучий шелк. Практически ветер. Все? Ну слабенько так конечно. Мне по идее здесь еще остается одежда мудреца и одни нарукавники. Сид авиастроитель. Его дом в северо-западной части города. Между прочим, Сид последнее время тут не появлялся. Уже и дочь его беспокоится. Что? Вход в здание в западной части города? Да ты как видно из чужих краев. Да почему из чужих? Своих. Со своих родных. Может что-то просто будет полезное? Перо феникса. Вот неплохо. Во! 500 золота. Замечательно-то как. Будет куда потратить. Колотушка. Еще бы 500 бы найти. И было бы здорово. Королевством барон правит его величество Сессил. Он в прошлую войну лично спас всю нашу землю. Это мы знаем. Это ты нам уже рассказывал. То есть мы здесь уже в принципе были. И ничего здесь больше и нет. Ну зелья покупать не хочу. Мне сейчас деньги как раз потребуются для... ...нарукавника. Блин, еще бы деньги бы найти. Ничего. Мы начали регулярные рейсы в Кайпо. Добро пожаловать. А проживание стоит 100 золота за ночь. Нет, спасибо. Не интересует. Государь Сессил в юности был сиротам. А теперь он так счастлив, что у него есть ее величество и принц Теодор. Говорят, их величество Сессил и Роза однажды побывали на Луне. Вот бы и мне туда. Неужели когда-нибудь простые люди тоже смогут туда летать? Государь Роза, когда родила принца, только еще больше похорошела. Вот бы и мне такое материнство. Странно все-таки. Откуда вдруг взялось так много чудовищ? Когда чудовища набились в замок, все, думаю, конец и мне, и этой лавочке. Но что значит король Сессил? Всю стаю этих тварей победил. Так, о этом с тобой разговаривали. Не важно, что происходит в мире. С таким королем, как Сессил, мы как за каменной стеной. Ходят слухи, что туманная пещера при полной Луне наполняется жуткими чудовищами. Если собираешься в туманную пещеру, в полной Луне, то остерегайся. Да? То есть в полной Луне лучше не ходить. Сухой эфир. Белый клык. Рог единорога. Блин, ну, денег бы лучше дали бы. Но денег не дают. Жиды. Теодор, вернулся благополучно, умница. Беги скорее во дворец, дай родителям на тебя наглядеться. Блин, ничего нет, да? Эх, жаль. С Луны как спустится громадная тень. Ага, там все знаем, понятно. Тут тоже ничего. Ну что, давайте тогда возьмем на рукавники. Ну и все. На одежду мудреца, к сожалению, не хватает немножечко. Отличненько. Ну что, вот теперь можно идти уже в замок. Мы здесь, в принципе, все сделали. Так что, если у нас потом появится деньжата, то надо будет обязательно зайти и взять одежду мудреца. Ну, на сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Мазарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.